Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге пророка Езекииля, мы обратимся сейчас к 34 главе. Она важная, одна из центральных в книге пророка, и, вероятно, и для самого пророка, и для того, кто окончательно редактировал этот сборник пророчества Езекииля, она находилась где-то вот в центре той логики пророчества того ряда, целого ряда мыслей, которые Господь через пророка хочет донести до древнего и современного читателя. Именно здесь, в этой главе, собственно, начинается у Езекииля разговор о другом завете, о новом завете. Но прежде чем обратиться к этой теме, пророк использует некоторый образ, образ такой, своего рода икону, взаимоотношения между народом Божьим и Богом, образ, который, вероятно, скорее всего, был более или менее известен и привычен для его читателей. Хотя мы, конечно, не можем с уверенностью говорить, что прямо-таки привычен, но, во всяком случае, должен был быть известен. Это образ народа Божьего как паства, как овец паства Господней. Во всяком случае, мы не раз встречаемся с этим образом в псалмах, которые, скорее всего, и даже наверняка написаны значительно раньше книги пророка Езекииля, поэтому, собственно, и мы и думаем, что не таким уж прямо новым и экзотическим и неожиданным был этот образ. Итак, речь идет о том, что вот есть Бог, есть народ Божий, который представляет собой овец паства Его, овец паства Господней, но поскольку Бог непостижим, Он где-то на небе, земля подножия ног Его, небеса не вмещают Его, и вот эта мысль о непостижимости, неописуемости Бога чрезвычайно важна для ветхозаветного богословия и для ветхозаветной практики духовной. Действительно важна, по-настоящему, не на словах. Поэтому они избегают там многие вещи придумывать. Итак, вот Бог в небесах, владыка мира, владыка истории, владыка вселенной, и вот овцы паства Его, народ Божий, которые представляют собой отару, овец, выпасаемую пастыремя. Здесь в 34 главе появляется еще одна, так сказать, группа лиц пастырей Израиля. Так как, скажем там, Моисей был пастырем Израиля, который вывел народ Божий из Египта, при этом сам Господь говорит «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя рукой крепко, мышцу простертую из Египта, из дома рабства». Таким образом, пастыри являются своего рода здесь образом Бога, отчасти может быть иконой. Ну и самое главное теми, кто призван исполнить некоторые обязанности свои пастырские. Заметим только, что есть важная, прямо сущностная разница между тем, что представляют себе под словом пастырь, скажем, люди, которые говорят на русском языке, и люди, которые говорят на ивритии, на арамейском. Потому что в нашей стране, в наших широтах просторные среднерусские степи, стадо, и за ним идет плюгавый полупьяный мужичонка с кнутом, который, если вдруг проснется, кнутом направляет стадо с барского покоса на какие-нибудь неудобные пустоши. Вот, собственно, функция, как мы себе представляем, это щелкнуть кнутом, прикрикнуть тоже разными нехорошими словами, и вот гнать. Гнать. Совершенно по-другому. Библейская культура видит пастыря. Пастырь – это тот, кто идет впереди, в узких опасных ущельях, узкими опасными тропами, проверяет, пройдет ли здесь стадо, и нет ли за соседним поворотом свирепого леопарда. И, соответственно, овцы пасты его идут за ним, за ним. У него жезл, чтобы проверять надежность камней, а не кнут в руках. И, соответственно, как Господь говорит о себе в 10 главе Евангелия от Анны, «Я пастырь добрый, овцы мои знают голос мой, идут за мной». Вот такие взаимоотношения подразумеваются здесь, в частности, в 34 главе между пастырями и паствой, которые есть народ Божий. Вовсе не предполагается, что пастыри там будут одергивать, наказывать, командовать, накладывать прещения и прочее-прочее. Это совершенно вне библейской культуры картина. Итак, пастыри призваны идти впереди, проверять и прокладывать дорогу. И вот в самом начале 34 главы Господь через Иезекииля обращается к пастырям народа Божьего, собственно, имеются в виду по преимуществу священники Иерусалимского храма, хотя отчасти также и книжники, Магихим, корпорация ученых, песцов, знатоков права, литературы и так далее, корпорация, которая была основана царем Соломоном при Иерусалимском храме, отчасти они тоже имеются в виду, и отчасти, конечно, князья народа Божьего, но главным образом в первую очередь все-таки священники. Не будем забывать, что сам Иезекииль тоже относится к этой корпорации, и многие из его слушателей там, в Вавилонии, где пророк произносит эти пророчества, тоже относятся еще раз, скажем, к священнической корпорации, к левицкому священству. И так вот этим людям Господь говорит, «Горе пастырем Израилевым, которые пасли самих себя». «Не стадо ли должны были они пасти?» «Горе пастырем, которые пасли самих себя». Это вообще, конечно, жуткое, горькое слово, но, увы, чрезвычайно актуальное, причем, ну, по совести сказать. Оно актуально сегодня точно так же, как две с половиной тысячи лет назад, когда Иезекииль это слово произносил. Речь идет о тех людях, которые должны были бы показывать путь жизни, путь Божьей правды для паства Божьей, а вместо этого заботятся только о самих себе, о своих интересах, пропитании, пышности, процессии и тому подобное. Я думаю, что без дальнейших комментариев, в общем, все примерно понятно. На самом деле, не так велика разница между нами сегодня и ими тогда, чтобы нужно было еще что-то пояснять. Господь обращается к этим священникам Иерусалимского храма и говорит, «Вы слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, потерянной, пораненной не перевязывали, угненной не возвращали, правили ими с насилием и жестокостью». Правили ими с насилием и жестокостью. Ну, обратим внимание, ну, не знаю, может быть, это для меня, как для священника, более важно, чем для людей, которые таковыми не являются. Но все-таки Господь говорит о правлении с насилием, о том, что на самом деле взаимоотношения пастырей и паствы – это та сфера, в которой никакое насилие вообще не уместно и является богопротивным. Речь не идет о том, чтобы кнутом кого-то куда-то заставлять и загонять. Ну вот, самое главное – слабых не укрепляли, больных не врачевали, потерянных не искали. Вот, собственно, претензия, которая предъявляется пастырем народа Божьего. Тех, у кого нет сил, вы оставили без помощи. Тех, кто совратились на неверные тропы, опасные и гибельные, вы не возвращали и не объясняли, где пролегает путь правды Божьей. Вот, рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, делались пищей всякому зверю. Таким образом, вот, Господь предлагает увидеть эту картину. Бог на небе, паства народа Божьего на земле нуждаются в том, чтобы найти путь Божьей правды, и пастыри, которые заняты своим делом. В результате чего эта паства рассеивается и становится добычей всяких полевых зверей. И как львы и волки, и шакалы, окрестные империи, терзают народ Божий. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои. Речь идет, собственно, вот о чем еще. Смотрите. Для израильтян, особенно для пастырей, которым не хочется смотреть, правде, глаза. Да, для израильтян, ну, вроде как, картина такая, что Бог обещал, обещал, что он нас сохранит, что все будет хорошо, а потом бац, Вавилон, рассеяние, все разбежались, рассеялись по всему лицу земли. Как будто бы, хочется так представить, дело, что это Бог отвечает за эту неудачу, за эту катастрофу, на самом деле, национальную. Но Господь говорит, нет, нет, ответственность лежала вот на этих людях, вот на пастырях, которые пасли самих себя. То, что овцы, паства Господней, блуждают по горам и рассеялись по всему лицу земли, это произошло потому, что ни один из тех, кто должен был быть пастырем народа Божьего, не исполнил своего призвания, не взял на себя обязанности и ответственности найти и указать этот путь правды Божьей. И да, действительно, там, две, по меньшей мере, сотни лет до написания этого текста, а то и больше, а то и гораздо больше, эти люди, священники левицкие, которые должны были бы объяснять заповеди Господни, вместо этого раболепствуют перед властью, говорят то, что нравится царям и князьям, а правде Божьей молчат. Ну, в конце концов, все и разваливается. Ну, да, действительно разваливается. Тогда точно так же, как сейчас. Поэтому, говорит Господь, «Поэтому, пастыри, выслушайте Слово Господне». «Живу я», говорит Господь Бог. Это такое восклицание, с одной стороны, конечно, риторическое, а с другой стороны, чрезвычайно важное. Господь говорит о том, что это Он, источник жизни. Это я живу. Мы все живы, постольку, поскольку такова воля Божья, постольку, поскольку это угодно Богу. И вот пастырем Он говорит, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мою пищу и всякого зверя, и за то, что пастыри мои послих самих себя, а овец не посли, вот я на пастыре и взычу овец моих от руки их. Господь говорит о том, что вот Он противостанет этим негодным пастырем, противостанет. Они не будут больше пасти народ Божий. Они-то думали, что все всегда будет так, как они привыкли. И что у Бога, не знаю, не хватит дерзновения, прости Господи, противостать этой ложной пастбе. Нет, говорит Господь, вот я на пастыре, вот я и вот пастыре, как каменная стена, в которую ты лбом бежишь и лоб свой расшибешь, расшибешь, потому что она каменная, а ты нет. Вот вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их. Собственно, у этого выражения есть по меньшей мере два оттенка смысла важных. Первый, собственно, привычный, больше привычный для современных людей, это представление о том, что Бог спросит с пастырей, возложит на них ответственность. Но, может быть, для Эзекииля его эпохи и его пророчества важнее был другой оттенок смысла, взыщу в смысле отниму, заберу, заберу. Эти самые пастыри с вот таким вот комком благодати, которые думали, что овцы будут в руках их вечно, Бог говорит, нет, я у вас их заберу, заберу. и не дам им более пасти овец, и не будут больше пастыри пасти самих себя, и сторгну овец моих из челюстей их отниму, заберу, по-другому будет. Во многом очень драматический поворот событий. В первую очередь потому, что многие из нас пастыри в том числе, конечно, ну и, скажем, те же фарисеи, многие современные верующие в Христовой Церкви, мы думаем, что Бог, если чего-нибудь сделал, или, как мы думаем, установил, по-другому быть не может, ничего не может измениться, ничего не может измениться. Поэтому там мы хвастаемся древности установлений и думаем, что если Бог там в третьем веке что-то одобрил, то и в двадцать первом непременно все должно быть как в третьем или седьмом, ну потому, что Бог не имеет с нашей точки зрения права что-то поменять. А нет, Бог говорит так, все, вот больше так не будет, будет по-другому, будет по-другому. Свобода Божья оказывается не только лозунгом, не только принципом, но и реальностью. И Бог, соответственно, действует в истории народа Божьего, как Ветхого, так и Нового Завета, действует самовластно в соответствии с теми там целями, задачами, которые Он ставит, так как Ему нужно. Итак, вот в этой ситуации Бог говорит, так, вы были поставлены пасти народ Божий, вы его не упасли, или, говоря по-русски, не спасли, потому что слова одного корня, наоборот, вы с насилием и жестокостью и корыстью это все делали, заберу из руки вашей овец паствой моей, заберу, вы больше не будете их пасти. Они там могут вещать сколько угодно, ах, как же так, без нас, куда, все поздно, вот, все уже Богом решено. Но самое потрясающее дальше, потому что дальше что будет Господь делать, как надо, как Он будет пасти этот народ Божий, овец паства своей, если этих пастырей Он отвергает. И вот Господь говорит, я сам отыщу овец моих и осмотрю их, я сам. Вообще это великое откровение, просто потрясающее эта фраза, 11 стих, вообще может быть одна из самых шокирующих и важных. Знаете, как у Иеремии в 31 главе Бог говорит, уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить, познайте Господа. Так и здесь Господь говорит, уже не будут одни люди пасти других. Нет, я буду сам их пастырем. Ну, ладно, там, в положении пастырей это может быть неприятно, потому что паства это источник дохода, но поставим себя в положение вот этих овец, когда над тобой были в общем малопригодные пастыри, а Бог говорит, теперь я сам буду твоим господином, твоим пастырем, твоим царем. Вот это шокирующее, грандиозное и, я бы сказал, чрезвычайно вдохновляющее отличие царства Бога от земной жизни, это то, что в земной жизни между людьми и правителями куча разных инстанций, которые все понемножку или помножку объедают народ. Царствия Божьем промежуточных инстанций нет вообще, вообще, вот вся вот эта многоступенчатая, иерархия, одни командуют другими, а те, в свою очередь, властвуют третьими и простирают там чего-то куда-то. Ничего этого нет. Нет. Я сам буду, я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Я буду пастырем овец моих без всяких опосредующих звеньев. на самом деле просто поразительно, просто поразительно. Бог, который творец вселенной, который сотворил миры, века, звезды, жизнь, вот тот, который управлял всей этой громадой развития от примитивных клеток до динозавров и нас, он будет лично сам пастырем своих овец. На это стоит обратить внимание и этому стоит радоваться. Это одна из тех не очень многочисленных вещей в жизни, которым вообще стоит радоваться. Теперь дальше Господь говорит подробности, уточняет. Ну, поскольку это древняя еврейская литература, ее поэтический строй требует развития подробностей разных формулировок одной и той же мысли, так принято. Вот я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Пересмотрю и высвобожу, выведу их из народов, соберу их из стран и приведу в землю их. пересмотрю и высвобожу тоже с этого момента, с тех дней, когда читатели начинают вдумываться и вникать в исторические события и в слово пророчества постепенно в их душах и в их умах укореняются представления о Боге, который искупает на свободу, о Боге, который освобождает. Это выражается там, скажем, в вере каких-нибудь зелотов или каких-нибудь псевдомессий или еще каких-то религиозных движений фарисейского в том числе, что Бог освободит народ от власти язычников. Но точно так же, когда Господь говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными, Он тоже отсылает слушателей вот к этой парадигме. Бог это тот, кто освобождает. Бог это тот, кто освобождает. Теперь Господь также говорит о том, что овцы паства его будут отдыхать в хорошем загоне. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. Он говорит о свободе, безопасности и о том, что Он будет заботиться о благоденстве, пропитании и всех внешних обстоятельств жизни. Теперь смотрите в 16 стихе дальше Господь говорит потерявшуюся овцу отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу и больную укреплю. Да, но кроме этого еще одно важное слово о разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде, по правде, потому что пасты Израиля не пасли народ Божий по правде. Итак, слабую, больную исцелю и укреплю, пораненную, опечалившуюся, угнанную верну и утешу, разжиревшую и буйную истреблю, потому что ты не можешь быть в пастве Господней и быть при этом разжиревшим и буйным. Это тоже довольно важно, понимаете, свобода в Боге это свобода в Его правде, а вовсе не, как сказать, наплевательство Бога к тому, что ты из себя представляешь. Я буду различать, говорит Господь, слабых укреплять, больных исцелять, буйных истреблять. Теперь, продолжая этот разговор, Господь говорит, вас же, овцы мои, вот я буду судить. Мы сразу думаем, что вот он будет судить, поставить каждого в виде овцы перед собой, взвешивать на весах, там провинности овца шерсти дала много, а беспорядка мало, прочее, прочее, вот там это овца делала то, делала сё. Нет, нет. Суд Божий вообще в Ветхом Завете и на самом деле в большинстве случаев в Новом. Вот что. я буду судить между овцою и овцою. Как они взаимодействовали друг с другом, каковы были их взаимоотношения друг с другом, что между ними происходило, между овцою и овцою, между бараном и козлом. Я буду судить, потому что одна из задач пастыря Израиля была судить в спорах и конфликтах и говорить ты прав, а ты нет. Еще с того момента, как Моисей по совету своего тести Иофора поставил судей в Израиле еще до заключения Синайского Завета. И Господь говорит, что и эту функцию тоже он берет на себя. Он судит между овцой и овцой. А перед лицом самого Бога все видно. Я свет миру, говорит Господь, ходящий во свете не будет верящий мне, не будет ходить во тьме. Понимаете, вот я буду судить между овцой и овцой. Пастырем он говорит, разве вам мало того, что вы сами забрали себе хорошее пастбище, а овцам оставляете вытоптанное источники вод, которые вы мутите ногами вашими. Разве вам мало того, что вы все вокруг себя вытаптываете, как будто вы одни поселены на этой земле, как выразился Исаия Иерусалимский. Вот, говорит Господь, я сам буду судить между овцую тучную и овцую тощей. Речь идет о том, что мы сегодня называем социальной справедливостью, и едва ли не все современные общества хотят, не на словах, а на деле, хотят, чтобы вопросы социальной справедливости были Богу безразличны. И пастыри народа Божьего чаще оказываются на стороне овец тучных и не на стороне овец тощих. Ну, или там рассказывают, что мы вне полиции. Да. Господь говорит, я буду судить между богатыми и бедными, если называть вещи своими именами, а овцами тучными, овцами тощими, потому, что это задача пастыря. И коль скоро вы ее не выполняете, я буду это делать сам. Другой разговор, что там, где пастыри Израиля могли бы призвать к исправлению, Бог добивается исправления подчас куда более крутыми мерами. Ну, вот, вы толкаете боком и плечом, рогами своими бодаете всех слабых, пока не вытолкаете их вон. Поэтому вот я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы. Рассужу между овцой и овцою. Вы рогами бодаете всех слабых. Ну, что тут говорить? В нашей жизни точно так же, абсолютно, к сожалению. Ну, вот, Господь говорит, что он не будет оставлять это так, как есть. Он не будет этого терпеть. Это не по правде Божьей. И если пастыри народа Божьего не хотят или не в состоянии что-то с этим сделать, значит, Бог будет это делать сам. Каким образом? Как это может произойти? Дальше 23-24 стих они в общем говорят об одном и том же, но тоже как положено по-разному. Поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их. Как может один пастырь упасти весь народ Божий, если вся арава иерусалимских священников с этим не справилась? И кто это будет? Поставлю над ними одного пастыря раба моего Давида раба моего Давида и он будет пасти их, он будет у них пастырем и я буду их Богом и раб мой Давид будет князем среди них. Снова возможно как минимум двоякое понимание этих слов. Ну в самом первом приближении очевидно очевидно конечно то, что речь идет о восстановлении династии, о восстановлении царства. но тогда это не исполнилось, потому что как Бог и сказал Иеремии за несколько десятилетий, немного десятилетий до этих слов, уже не будет больше сидеть потомок Давида на престоле Израиля. Даже Зарававель, который был потомком Давида, он не был самостоятельным правителем Израиля. И дальше действительно за исключением Хасмонейской династии, которая все равно была не потомками Давида, никогда вообще самостоятельных правителей-то по сути дела в народе Божьем и не было после Вавилонского плена, после разрушения Иерусалима. Понимаете? Да, возможно, что пророк сам думает, что Бог через него пророчествует о восстановлении царства Давида, но оказалось, что нет, не так. Нет, это слишком примитивно и примленнее, понимание. Ну и, конечно, отсюда, в том числе и отсюда, берет начало надежда и вера в то, что Бог пошлет потомка Давида, помазанника, который будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца, как говорит Архангел Гавриил, Богородица, в день Благовещения, что речь здесь идет о Христе, о Мессии Израилеве, помазаннике, потомке Давида. И именно он будет пастырем народа Божьего, хотя и формально не займет Давида в трон, уже никогда больше не существующий. Да, действительно, это чрезвычайно важное дополнение ко всему вышесказанному. Я буду пастырем вместо вот этих проходимцев, которые заняты были только своими доходами и поддерживали только богатых и сильных. Я буду пастырем, и я это сделаю через потомка Давида. Вот собственно ключевой смысл, из которого дальше формируется вера в исполнение этого пророчества. Но и это еще не все, потому что Господь говорит еще одну важную вещь о другом завете, как и через Иеремию тоже, о другом завете, о том, что в явном виде здесь это не сказано, был завет через Моисея на Синае, народ Божий этот завет разрушает, пренебрегает им, не исполняет его заповедей, и тот завет по сути дела разрушен, хотя, как говорит Господь Иеремия, я оставался в союзе с ними, и этот завет, поскольку заповеди Господни оказались отвергнуты и нарушены, заповеди и о любви к ближнему, и о почитании единого Бога и доверии к нему, завет превратился в завет осуждения, разрушение, гибель и рассеяние становятся результатом этого завета, потому что он разрушен. Ну и тогда его можно назвать заветом рассеяния. И вот Господь говорит, я заключу с ними теперь другой завет мира, заключу с ними завет мира, и удалю землелютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Завет мира, другой договор, который станет знаком примирения Бога с народом и, соответственно, народа с Богом. Они будут безопасны на земле, свои освобожу их из руки поработителей. Там на протяжении нескольких тихов Господь довольно поэтично говорит о том, что вот все эти жуткие, кровожадные и алчные грабители и убийцы вокруг, которые терзают плоть народа Божьего и сживают его с лица земли, все эти вавилоняне, там, эдомитяне, еще кто угодно, они все будут Богом остановлены. Будет другой завет, другие отношения, другая жизнь, завет мира, и узнают, что я Господь, Бог их, с ними, и они мой народ. Стало быть, они уже не отвергнуты, они уже не рассеянные изгои, которые оставлены богами, они мой народ, я их Бог, и вы овцы мои, овцы паства моей, вы люди, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Стало быть, завет мира, это завет, в котором Бог снова признает народ Божий овцами паства своей. Субтитры